Ленина – одна из главных городских улиц, и требования к ее состоянию особые. Поддержание чистоты – одно из основных. Но, видимо, не для этого владельца местного продуктового магазина. Бутылки, сломаны лотки из-под фруктов, да и просто бытовой мусор. Стихийную свалку здесь устроили прямо на клумбе. Сергей Петров дает предпринимателю время до понедельника. Мусор вывести, тротуар и фасад привести в надлежащий вид. Следующая остановка у столовой кулинарии. Разговор с заведующей точкой общепита короткий, а аргументы наглядны и убедительны. Это ж вы пищей занимаетесь. Вот это что? Не, ну как исправим? Давайте Роспотребнадзор сюда пригласим, да будем исправлять вместе. Вы же занимаетесь продажей этого самого, ну? Ну, начнется, девочки. За два часа рейдовая группа прошла по всей улице Ленина. Первый заместитель главы города поручил очистить все тротуары, привести в порядок рекламные баннеры и фасады магазинов, а также восстановить заброшенные клумбы ко дню города. Кто камни вот эти уберет, или вы субботниками это сделаете, или еще что-то. Вот бетона здесь не должно быть, освободить бетон, чтобы росла трава. Ко дню освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков все мемориальные сооружения необходимо также привести в порядок. Комплекс «Три свечи» на улице Амелькова уже давно нуждается в реставрации. Начал осыпаться барельеф. Теперь этот вопрос будет на личном контроле Сергея Петрова. Мемориал в ближайшее время будет отремонтирован. Основная задача этих обходов – инициировать людей к тому, чтобы они наводили у себя порядок, о том, чтобы они каждое утро приводили свои магазины в нормальный вид, то есть мыли витрины, мыли окна, где-то подкрашивались, потому что у нас сезон еще высокий, то есть людей у нас еще много, и поэтому, соответственно, объекты наши, чтобы не ветшали, а наоборот, выглядели практически как новые. Вот основная задача – это привести их к единому какому-то архитектурному облику, чтобы это было хорошо, красиво, опрятно, и нам было приятно находиться в нашем городе. За каждой улицей теперь закреплен отдельный сотрудник администрации города. В их обязанность входит ежедневный мониторинг вверенного участка и принятие мер по устранению проблем. Контрольная дата – 22 сентября. Ко дню города основная часть работ по благоустройству Анапы должна быть сделана. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.